А который час? Заряжу свои вопросы. 15 минут, всё. Значит, ребята, прятаемся по кулисам. Через несколько минут на сцене театра ФЭС состоится необычная премьера. Вокальный коллектив «Маленький секрет» покажет спектакль о том, как надо правильно дружить. Да-да, профессионалы в этот раз останутся за кулисами. Там они будут поддерживать своих подопечных. Не бойся. А я, по-моему, все первый раз. Ну, а ты, Гурнка, молодец. На репетициях делаешь хорошо, и здесь делаешь хорошо. Фестовцы Сергей Гришаков и Ирина Боричева помогают вокальному коллективу «Маленький секрет» осуществлять его самые смелые идеи, в том числе эту постановку. Да я с ними уже... Они, по-моему, растут у меня на глазах. Это уже, наверное, шестой, что ли, год, или седьмой я с ними, я даже и не вспомню. Столько спектаклей переделали. И мы сейчас встречаемся как родные вообще. Заходишь к ним туда, в коллектив, они же прямо обниматься сразу лежат. В общем, я их очень люблю. Они очень талантливые. И, несмотря на свой юный возраст, очень профессиональные. Интересно, что большая часть ролей досталась воспитанникам младшей и средней групп. Как вы заметили, дети волнуются. Набраться храбрости перед выходом на сцену им помогает особенный театральный ритуал. У-да-чи-на! В основу спектакля легла всем известная сказка Николая Носова «Приключения Незнайки» и его друзей. Он для вокального коллектива «Маленький секрет» шестой по счету. В отличие от других, в этой постановке больше действия слов. Однако музыка в ней, разумеется, также присутствует. В канву спектакля аккуратно вплетены песни композиторов 20 века. И, конечно, эту часть работы на себя взяла Татьяна Черняева, руководитель вокального коллектива «Маленький секрет». Для нас это такой очень большой опыт. Я думаю, после этого ребята перешагнут какую-то ступенечку, даже, может быть, две, в своем развитии. Это точно совершенно. И эстетически, и этически, и умственно. В следующем году вокальный коллектив «Маленький секрет» отметит свое 25-летие. В столь юном возрасте он уже хорошо известен не только на родной, мытичинской земле, но и в России, и за рубежом. Надежда Трифонова, Константин Химичев, информационная программа «День». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok